Дефицит лекарств, большие очереди и завышенные цены наблюдается практически во всех фармацевтических сетях города. В связи с этим 8 июля представители антикоррупционной организации начали мониторинг аптек города. В крупных аптечных сетях сегодня мало что есть, а вот в небольших аптеках можно найти жаропонижающие и противовирусные препараты, но придется выстоять очередь. Местные жители жалуются на то, что уже третий день вовремя не могут попасть на работу и домой, либо проводят в ожидании своего автобуса по целому часу. Из-за карантина изменился график движения городских автобусов. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Ситуация с лекарственными препаратами сегодня находится на особом контроле. Дефицит лекарств, большие очереди и завышенные цены наблюдаются практически во всех фармацевтических сетях города. В связи с этим 8 июля представители антикоррупционной организации начали мониторинг аптек города. Проверки на наличие препаратов, а также установленных на них цен будут проводить до полной стабилизации ситуации в городе. Специальные мониторинговые группы, начиная с 8 июля, ежедневно обходят аптеки города, чтобы лично убедиться, каких препаратов нет и на что жалуются актюбинцы. Ожидается, что в течение двух ближайших дней в город поступят все необходимые дефицитные медикаменты. И на данный момент в актюбинском области в течение двух-трех дней поступит лекарство именно с Россией и говорят, что с Индией тоже будет, именно с чартом кризисом. Но после этого мы тоже будем мониторить именно аптеки. И в основном аптеки, говорят, именно поступают после обеда. Мы теперь хотим проверить, именно сколько поступил в актюбинскую область. И поскольку именно коробу раздали именно Арс, сколько там, Миллениум, сколько там. И потом проверить на каждой аптеке просто тайный покупатель. Например, 500 короб, 500 короб, именно сколько продали. Иногда вот аптека поступает, насыщенный спрашиваешь, нету, говорит. Помимо обхода аптек, представители мониторинговой группы проверяют и соцсети. Продажа нужных препаратов посредством Инстаграм сегодня стала очень популярной. Актюбинцы выкладывают список имеющихся или нужных ему препаратов с номером телефона. При том, что цены на медикаменты с рук тоже весьма высокие. При этом, при этом, мы тоже мониторим Инстаграм, ОЛИКС, МаркетКИЗ, даже в районах базарах продают, сам народ продает лекарственные средства. Мы даже вот, могу показать, у нас еще скриншоты есть, мы даже прямо позвонили, спросили. Вот так и так, есть у вас цептракцион, есть у вас дексаметазон, есть в наличии, мы сначала покупали, потом другого попросили. Они тоже сказали, да, да, есть, сколько осталось, всего лишь 10 штук, а другой позвонок еще 10 штук нашли. Тем не менее, сегодня ситуация более-менее нормализовалась. В аптеках уже нет такого столпотворения и длинных очередей. Да и горожане снова идут в аптеку уже за привычными лекарствами или витаминами. Напомним, что для стабилизации ситуации в области с лекарственными препаратами из бюджета было выделено 500 миллионов тенге. На эти средства обещали закупить 16 видов необходимых препаратов. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». Масштабный рейд по фармацевтическим точкам пока видимого результата не дает. Найти нужные препараты сейчас получается не у каждого нуждающегося актюбинца. В крупных аптечных сетях сегодня мало что есть, а вот в небольших аптеках можно найти жаропонижающие и противовирусные препараты. Но придется выстоять очередь. Десять аптек. Уже неделю болею, мне толку нету в этих аптеках. А завоза нету, что толку? Завоз-то какой-то должен быть, и уже 10 дней нету никакого завоза, по-моему. Похоже, что коронавирус хороший и возможный заработать на продажах таблеток. Граждане уверены, что аптеки в несколько раз завышают цены, поэтому многие просят, чтобы власти наконец-то притормозили коммерческий пыл продавцов таблеток. В одной из популярных аптек сегодня фармацевты заявили, что их склад до краев сегодня не заполнен. Таблетки на продажу поступают в небольших объемах и расходятся моментально. Местные жители жалуются на то, что уже третий день вовремя не могут попасть на работу и домой, либо проводят в ожидании своего автобуса по целому часу. А все потому, что из-за карантина изменился график движения городских автобусов, а некоторые маршруты и вовсе перестали работать. С начала карантина, как и ожидалось, общественный транспорт стал ездить по измененному графику. Горожан, которые вынуждены добираться на работу через весь город, возмущают скопление людей в салонах и разный интервал движения, который, по их словам, все еще не нормализовался. Мы ездим на дачный массив. Интервал ожидания мы увеличили до получаса из-за карантина. Ну, два автобуса, интервал 40 минут. Раньше было 20 минут по 4 автобуса. Обработка? Обработка обязательно ведется. Ну, автобус нормально ходит вовремя. На этом нет. Некоторые, конечно, маски не давают, а так нормально, все вовремя. 24-й, любой автобус сейчас, ну, без задержки. Недовольство есть и у самих перевозчиков. По их словам, до сегодняшнего дня во время пандемии никакой поддержки от исполнительных органов они не видели. И сейчас ТО «Автопарк» не сократил, а вынужденно снял движения 3-й, 5-й, 16-й, 18-й, 20-й, 21-й, 22-й, 27-й, 28-й, 29-й, 39-й и 42-й маршруты. Причины две. Количество пассажиров сейчас уменьшилось. Соответственно, и зарплату сотрудникам платить нечем. Даже масками, перчатками и санитайзерами водителям и кондукторам приходится вооружаться за свой счет. На сегодняшний день из 34 маршрутов, которые обслуживают ТО «Автопарк», 12 маршрутов приостановили свою работу. Это связано с многими факторами. Во-первых, карантинные меры, ограничительные меры. Пассажирпоток упал. Кроме того, понятно, что с этими ограничениями нет доходности у предприятия. Работаем в убыток. А у второго городского перевозчика ситуация с работой маршрутов более удовлетворительная. Автобусы ходят по всем 20 направлениям. Дезинфекция проводится после каждого рейса. Но количество единиц транспорта сократилось. Соответственно, увеличился и интервал движения. Руководство объяснило, почему. На данном этапе у нас сокращены автобусы, но маршруты все курсируют. Причина получается отсутствие количества пассажиропотока в период карантина. Поэтому мы были вынуждены сократить автобусы. А так, общий интервал автобусов составляет 12 минут и свыше. То и поселковые автобусы у нас ездят по краще подвижения. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». За минувшие сутки в Актюбинской области произошло два ДТП со смертельными исходами, сообщает пресс-служба департамента полиции региона. 8 июля ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Корбутак-Костанай. Водитель автомашины «Фольксваген Пассад», житель города Костанай, 1978 года рождения, не справившийся с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил закрытые переломы ребра, а его сестра, 1973 года рождения, в пути следования в ЦРБ Айтикибейского района, скончалась от полученных травм в карете скорой помощи. Экспертиза показала, что водитель был трезв. 8 июля в 9.30 утра произошло ДТП на трассе Уилл-Хабда. Водитель автомашины «Лада Ларгу» с 1993 года рождения, житель села Уилл, не справившийся с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель и трое пассажиров были госпитализированы в ЦРБ Хабдинского района. Женщина, пассажир 1985 года рождения, жительница села Уилл от полученных телесных повреждений, скончалась в ЦРБ Хабдинского района. Проводится следственное действие. Фонд медстрахования планирует увеличить тариф по оплате лечения больных коронавирусом, чтобы привлечь частные клиники, передает «Тенгринюз Киезет» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Сейчас лечение каждого зараженного коронавирусом в стационаре оплачивается в адрес медорганизации фондом социального медстрахования по утвержденным тарифам за койко-дни. В карантинном – 10 400 тенге, в провизорном – 11 600 тенге, в инфекционном – 15 100 тенге. Кроме того, отдельно медорганизациям оплачивают противовирусные препараты по факту их применения в стационарах. В фонде сообщили, что средства для разворачивания новых стационаров есть, нужно лишь решение региональных акиматов о том, где будут открыты новые стационары и желания самих медорганизаций. Согласно внесенным изменениям, тариф по провизорной госпитализации составит более 21 900 тенге за один койко-день. Тариф за пролеченные случаи в круглосуточных стационарах – более 32 200 тенге. Тариф за пребывание больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 000 тенге за один койко-день. Также предусмотрен тариф на услуги мобильной бригады ПМСП. Почти 5 500 тенге за один вызов. Сообщается, что эти меры позволят сделать услуги по организации стационаров более привлекательными для поставщиков медицинских услуг, и в регионах будут создаваться новые стационары. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. В Казахстане зарегистрировано 1962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengri News со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Из них симптомных носителей 753, без симптомных носителей 1209. Всего в стране подтвержден 53 021 случаи, из них в Актюбинской области – 1939. Прирост составил 89 человек. Костак передает наверняка количество больных коронавирусной инфекцией в Казахстане больше, чем подтверждено тестами, сказал министр здравоохранения Алексей Цой сегодня на онлайн-брифинге. При этом он пояснил, что Минздрав не ставит задачу протестировать все население. Смысл тестировать людей, которых ничего не беспокоит. Мы считаем лучший акцент и финансирование направить на людей, которые нуждаются в помощи, пояснил Цой. Костак сообщает, в 36 вахтовых поселках месторождения Тенгиз выявлены очаги коронавируса, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Данные по Тенгиз-Шевройл с 8 апреля у меня есть. Зарегистрировано 2160 случаев заболевания COVID-19, сказал Цой. По его словам, среди жителей Атараусской области зарегистрировано 1809 случаев заболевания COVID-19 и среди демобилизованных 351 случаи. Очаги инфекции зарегистрированы, по данным министра, в 36 вахтовых поселках на месторождении Тенгиз и в 57 компаниях, осуществляющих деятельность на Тенгизе. Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о продлении строгого карантина в Казахстане, передает Тенгри Ньюс. Изначально, когда было внесено предложение, были учтены пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован, в том числе под бизнес-сообщество. Но в то же время имел ограничительные мероприятия, которые помогут справиться с этим резким пиком заболеваемости, сказал Цой на брифинге в СЦК. Он рассказал, что о продлении карантина будет известно сразу после окончания действующего. Оценка ближайшая или вообще любая, она должна быть связана с инкубационным периодом, то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный эффект мы будем видеть уже ближе ко второй неделе, либо сразу после. То есть, когда мы проведем оценку уже к завершению карантина. Будет понятно, продлится он, либо меры будут ужесточены. Эти моменты мы сейчас прорабатываем, смотрим вместе с нашими учеными и нашими иностранными коллегами, добавил министр. По сообщению Кастак, президент Казахстана Касым Жамар Такаев возложил ответственность за вторую волну коронавируса на экс-руководство министра здравоохранения. К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок, бывшего руководства Минздрава, нерасторопности Акимов, мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса. В купе с резким ростом заболевания, пневмонии, сказал Такаев в телевизионном обращении по текущей ситуации с коронавирусом в стране в среду. Напомним, 25 июня президент РК Касым Жамар Такаев освободил Елжана Бертанова с поста министра здравоохранения и назначил министром здравоохранения Алексея Цоя. Кастак передает три самолета, привезут лекарства из России и Индии, заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Уже сегодня два грузовых борта отправляются в Российскую Федерацию. Это мы помогаем нашим казахстанским компаниям привезти ключевые препараты, которые сейчас имеют основной ажиотаж на рынке. Помимо этого, завтра мы планируем отдельный борт грузовой, который уйдет в Индию, и там тоже основные ключевые препараты, которые сейчас по требованию на рынке мы планируем взять, сказал Цой на онлайн-брифинге в четверг. По его словам, в Казахстан будут завезены цификсим, осельтамивир, ибепрофен, цифтриаксон, дексаметазон, гепарин, меропимен, термометры. Также, по его данным, помощь государства по доставке препаратов оказывается по просьбе частных компаний оптовых поставщиков. В Министерстве юстиции сообщили, что должников в Казахстане будут предупреждать о запрете выезда за границу заранее, передает Tengri News. Если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь их будут уведомлять заранее, за пять рабочих дней. Сообщается, что запрет на выезд применялся при наличии задолженности свыше 20-ти месячных расчетных показателей. Теперь этот порог повысился до 40 МРП. Также пересмотрены сроки, порядок и основания выставления временного ограничения на выезд из страны, в том числе сроки и основания его отмены. Сейчас временные ограничения будут отменяться судебным исполнителям не в течение трех рабочих дней, а за один день, добавили в ведомстве. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Асхад Шахаров сегодня проверил объективность жалоб населения на различные проблемные объекты. Специальная комиссия во главе с Акимом и представителями подрядных организаций посетила сегодня ряд объектов. На 12 августа указом главы государства назначены очередные выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В связи с этим в октябрьской региональной избирательной комиссии проводится регистрация кандидатов. Бойцы отряда «Жосл-Ель» продолжают трудиться во благо нашего города. На сегодняшний день основные работы проходят в лесных хозяйствах региона. Всего в работах задействовано более полутора тысяч человек. Сената Парламента Республики Казахстан Сената Парламента Республики Казахстан Теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Сената Парламента Республики Казахстан Субтитры делал DimaTorzok Дорожная связь с населением у нынешнего аппарата городской власти, похоже, работает. Сегодня, по названным не раз в соцсетях участкам, которые не видят позитивных сдвигов, проехал Аким города. Первая остановка на улице имени национального героя Мохамбета Утимисова. Ее жители вот уже третий год сбивают ноги о грубый щебень, ямы и вывораченные колодцы, оставшиеся после начала капремонта. Дорожные работы здесь были брошены, не успев начаться. Главный вопрос к подрядчику. Когда ждать финальной сдачи объекта? Если уже пошел народ на контроль, значит где-то в наших родах что-то неправильно. Поэтому я пригласил всех ответственных лиц, даю поручение до 15 августа завершить все работы, до, получается, наступления в межсезонье, когда пойдет, чтобы здесь вот этого слякоти не было. Чтобы я больше нигде не в социальных сетях и других площадках, где население жалуется, больше за эту улицу не слышал. Протяженность участка небольшая, всего 2 километра, да и по проекту здесь не предусмотрено грандиозных изменений. Асфальтовое полотно и тротуары. В смете не заложено освещение, хотя уже больше 20 лет фонарные столбы здесь просто бездействуют. По просьбе жителя Аким пообещал решить и эту проблему. Есть в проекте освещение? Тогда заложите с другого. Столбы есть же. Хоть и не каждый столб через одно поставьте. Сколько лет? 20 лет. Вы здесь живете? Протяженность автомобильных дорог в Ак-Тубе составляет 651 километр, из них 300 километров заасфальтированы. Запланирован ремонт 97 улиц. Ремонт ведется сейчас на 30 улицах. В целом, в рамках дорожной карты занятости в 2020 году на ремонт 171 километра дорог населенных пунктов города и пригородной зоны выделены из республиканского бюджета почти 14 миллиардов тенге. В настоящее время ремонтные работы ведутся шестью подрядными организациями. Улица Махамбета Утемисова – переходящий объект. На сегодняшний день все строительные монтажные работы уже начаты. Идет и завершение некоторых улиц работ. Как ранее говорили, 97 объектов у нас. Это уже больше 70% начатой работы ведутся. Уже более 20% на стадии завершения. Ну и работы ведутся, конечно, ведутся и перекрытия движений. Хотелось бы еще жителям сказать, чтобы отнеслись с пониманием на перекрытие улицы. У нас сейчас и Букинбай проезд веером Абул Хайрхан у нас перекрыто. Завтра в дальнейшем Абул Хайрхан также будет по участкам перекрываться. Будем дополнительно сообщать еще. Технический регламент соблюдается? Все работы ведутся согласно графику работы, все технические моменты. Конечно же, ведется и авторский надзор, и технологический контроль. Помимо состояния дорог, октябинцев волнуют и бездействующие фонтаны. Один из них расположен на водно-зеленом бульваре. Некогда любимое место отдыха горожан превратилось в каменно-пыльную композицию, не видевшую воды три сезона к ряду. То есть сейчас объект капитально ремонтируется. Сроком сдачи подрядчики назвали 25 июля. Прежде, чтобы эти работы уже к сезону, житель должен уже получать все необходимые досуг своевременно. Вы сейчас в разгар сезона только делаете. Большой минус. То есть планирование у вас неправильно. Мы своевременно средства выделяли, какая-то заминка у вас была бюрократическая. Вылилось то, что жители уже не первый год выражают недовольство. Сколько это фонтане работает уже? Три года. Вот три года что делали вы? Ждали, когда все жители начнут жаловаться? Правильно они делают, что жалуются. Поэтому поручаю 25, да, технически это возможно? 25 числа вложите все усилия, ну, запустите фонтан. И чтобы здесь все работало. В городе имеется 22 фонтана. Из них действует всего 8. В районе жилгородка, в сквере имени Абая, у кафе Плазма на хлебокомбинате, перед зданием таможни на Арбате и у Центра искусств. 14 фонтанов неисправны. Необходим капитальный ремонт шести объектов. Требуется ремонт чаш, замена насосов, электродвигателей. Для функционирования данных фонтанов выделены финансовые средства в размере 65 миллионов тенге. По окончании рейда комиссия посетила мост в районе рельсобалочного завода, который вызвал массу нареканий у жителей областного центра и пригородных зон. Генподрядчик обязался устранить все неисправности в кратчайший срок. Ирина Гудь, Жаслан Жибаев, программа «Факт». На 12 августа указом главы государства назначены очередные выборы депутатов Сената парламента Республики Казахстан. В связи с этим в Октябрьской региональной избирательной комиссии проводится регистрация кандидатов в депутаты от нашей области. Согласно требованиям в депутаты Сената могут баллотироваться граждане Республики Казахстан, достигшие 30 лет, имеющие высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, проживающие на территории своей области не менее 3 лет и не имеющие судимость. Регистрация кандидатов в депутаты осуществляется областной избирательной комиссией после получения всех необходимых документов о доходах, имуществе, о подписях выборщиков в поддержку кандидата и справки, подтверждающие оплату избирательного взноса на сумму 637,5 тысяч тенге. Предвыборная агитация будет проводиться с 23 июля по 11 августа, а голосование пройдет 12 августа. Бойцы отряда Жосл-Ель продолжают трудиться во благо нашего города. На сегодняшний день основные работы проходят в лесных хозяйствах региона. Всего в работах задействовано более полутора тысяч человек. 16-летняя Карина Камбаева вступила в отряд Жосл-Еловцев совсем недавно. Сидеть летом без дела, к тому же в карантин ей не хочется. А здесь свежий воздух, общение с ребятами и отличная возможность подзаработать. На работе Карина пока только четвертый день. Все это время девушка занималась прополкой сорняков. Почему ты решила подработать летом? Ну, нужны деньги, чтобы одеться там, для учебы. Как ты узнала об этом проекте, о Жосл-Еле? Откуда? Не сестра, она учится... А, да, она раньше работала тут, и она мне подсказала, типа, может, туда пойти поработать. Я сказала, хорошо. Сколько вам платят? 58. В этом году в отряды бойцов Жосл-Елов привлечено 1600 человек. В основном это школьники. Работают ребята исключительно по трем направлениям – благоустройство, озеленение и строительство. Сейчас основные работы ведутся в лесных хозяйствах. По области у нас таких насчитывается семь, в каждом из которых будет работать группа активистов по 40 человек. Зарплату за свои труды ребята получат в размере 58 тысяч тенге. Кристина Веец, Алексей Уразов, программа «Факт». О спорте. Календарь чемпионата Казахстана по футболу будет пересмотрен. Об этом «Вести Киезет» сообщил президент профессиональной футбольной лиги Олжас Абраев. По его словам, не исключен вариант проведения матчей в одном месте, как и возможное завершение сезона весной 2021 года. В данный момент для нас приоритетная цель – постараться завершить чемпионат в 2020 году. Но в качестве запасного варианта, как ранее уже мы сообщали и в СМИ, рассматривается завершение соревнований весной 2021 года, заявил Абраев. При этом перед рестартом турнира глава Кайрата Кайрат Бурамбаев предложил провести все оставшиеся матчи в одном городе – Алматы. Но тогда его идея не нашла поддержки. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.